В Милане нечего делать. Если вы тоже это слышали, то имейте ввиду, что вас обманули. Милан действительно считается столицей моды и местом, где лучше всего заниматься шопингом. Но кроме знаменитого Дуомо и галереи Витторио Эммануэли, в городе есть что посмотреть. Церковь Сан Бернандино Алеоса. Известна она своим уникальным и весьма жутковатым внутренним убранством. Расположена она недалеко от знаменитого Миланского собора и считается одной из самых необычных достопримечательностей города. Первоначально церковь была построена в 13 веке, но была восстановлена в 17, после того, как была уничтожена пожаром. Интерьер церкви покрыт человеческими костями и черепами, которые первоначально были взяты с ближайшего кладбища. Легенда гласит, что кости принадлежали жертвам чумы и умершим во время эпидемии 16 века. Церковь расположена рядом с Оспидали Марджори, одной из крупнейших больниц Милана, которая была основана в 15 веке и использовалась для ухода за жертвами чумы. Кости были собраны и помещены в церковь как способ поминовения усопших и как напоминание об эстротечности человеческой жизни. Стены и потолки отеля Сан Бернандино Алеоса украшены костями, расположенными в замысловатых узорах, что создает сюрреалистическую и жутковатую атмосферу. В дополнение к человеческим костям в церкви также хранятся черепа животных, в том числе крокодила и лисы. Такая атмосфера церкви вдохновила на создание нескольких литературных произведений, в том числе рассказа Марка Твена «Капитолийская Венера». Церковь была показана в нескольких фильмах, включая фильм 2014 года «Турист» с Аджелиной Джоли и Джонни Деппом. Несмотря на свой необычный интерьер, Сар Бернандино Алеоса по-прежнему является действующей церковью и проводит регулярные службы. Миланский стрит-арт Milano Street History – это проект уличного искусства в Милане, целью которого является документирование истории и культуры города с помощью масштабных фресок и граффити. Проект был запущен в 2018 году группой местных художников и с тех пор стал важной частью миланской уличной арт-жизни. Фрески Milano Street History расположены по всему городу, многие из них в районе Изола. Настенные рисунки большие и красочные, и часто включают в себя элементы миланской истории, культуры и политики. Здесь можно встретить таких персонажей миланского прошлого, как Джузеппе Верди и Сант Амброджио. Одна из самых известных фресок миланской уличной истории – масштабное произведение художницы Алисы Пасквини. На фреске изображена молодая женщина, сидящая на стопке книг, с книгой в руках. Фреска – дань уважения, важности образования и знаний в борьбе за свободу и равенство. А вот одним из самых известных произведений уличного искусства в районе Изола является большая фреска художника Блу и представляет собой серию красочных абстрактных фигур, которые словно выходят из фасада здания. Еще одним заметным произведением уличного искусства в районе Изола является произведение художника Милу. Граффити, расположенное на здании в районе Виала Стельвио, изображает причудливого персонажа, держащего воздушный шар в форме сердца и смотрящего на город. Данное изображение – это дань уважения жителям города и их поискам любви и счастья. Ситилайф. Если вы хотите стать ближе к звездам, посетите район Ситилайф, где прямо посреди парка находится одноименный жилой комплекс, в котором проживает итальянский рэпер Федец со своей женой-блогером Киарой Феррани, а также нападающей командой Интер Лаутаро Мартинес и другие футболисты. Жилой комплекс был построен на бывшем месте исторической Миланской площади – Фьера де Милану и считается одним из крупнейших проектов городской реконструкции в Европе. В Ситилайф расположены три культовых небоскреба – Альянс Тауэр, Дженерали Тауэр и Исозаки Тауэр, которые являются одними из самых высоких зданий в Италии. Башни спроектированы всемирно известными архитекторами, в том числе Захай Хадид, Аратой Исозаки и Дэниелем Эльбискиндом. Ситилайф спроектирован как устойчивый и экологичный комплекс с зелеными крышами, солнечными панелями и системой сбора дождевой воды. Ситилайф – далеко не единственный жилой комплекс, привлекающий внимание. Боско-Вертикали – еще один уникальный комплекс жилых зданий в Милане. Комплекс состоит из двух башен, которые покрыты более чем 900 деревьями и более чем 20 тысячами растениями. Вертикальный лес, так дословно переводится «Боско-Вертикали», был спроектирован итальянским архитектором Стефано Бойери. Башни высотой 110 и 76 метров расположены в Миланском районе Порта Нуэва. Деревья и растения на башнях расположены таким образом, что создают естественный зеленый фасад, который помогает уменьшить загрязнение окружающей среды и создать более устойчивую и экологичную среду обитания. Башни спроектированы с элегантной и современной эстетикой, а их уникальный фасад стал популярной достопримечательностью Милана. Боско-Вертикали – это яркий пример современной архитектуры. Деревья и растения здесь помогают регулировать температуру, улучшать качество воздуха и снижать потребление энергии. Башни также включают в себя ряд экологически чистых функций, таких как сбор дождевой воды, солнечные панели и система переработки отходов. В центре Милана, неподалеку от дома, есть своя аллея славы. С такими именами, как итальянский оперный певец «Луча на повороте», итальянским кинорежиссером Федерико Феллини, американским певцом Фрэнком Синатра и бразильским футболистом Пеле. В дополнение к этим знаменитостям на «Аллее славы» также отмечены несколько итальянских деятелей культуры и политики, среди которых писатель Умберто Эко и бывший президент Италии Карло Эзелио Чампи. Если у вас есть желание и вы хотите, чтобы оно исполнилось, отправляйтесь на Виа Сербелоне 10 и прошепчите свое желание стене на ушко. Звучит странно, но как минимум у одной миланской стены, правда, есть уши. Рядом с домом на Виа Сербелоне 10 вы найдете искусственное ухо. Необычный объект на самом деле изначально был домофоном. Сегодня он больше не работает, но говорят, что если прошептать желание на ухо, она обязательно сбудется. Памятник среднему пальцу. Статуя Дель Ди Томедио. Расположен прямо на центральной площади Милана Пиа Циафари. Фасад памятника повернут к зданию миланской фондовой биржи, сотрудники которой до сих пор возмущены наличием такого произведения современного искусства прямо перед местом своей работы. Работа итальянского художника Маурицио Кателана носит истинное название «Лав». Более известно просто как «Палец» или «Средний палец Кателана». Аббревиатура «Лав» означает «Свобода, ненависть, месть, вечность». Либерта, Одио, Вендетта, Этернита. Субтитры создавал DimaTorzok